iPhone 16 официально показаны и будут доступны уже совсем скоро для покупки. Они будут идти на iOS 18 и поэтому Apple выпускает 18 версию релиз-кандидат версию. Это последняя бета, то есть по факту релиз, который будет доступен через неделю всем. А мы уже сейчас можем посмотреть, что там нового Apple добавили, как работает последняя бета iOS 18 и стоит ли на нее обновляться. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал и обои из видео есть в Телеграме, ссылка на которые в описании. Начнем с веса обновления. На 15 Pro Max это почти 7 гигабайт. Дело в том, что последняя бета скачивается полным установочным файлом, поэтому придется выгрузить всю прошивку серверов и это займет, понятное дело, время. Касательно версии ПО сотового модуля, оно осталось без изменений с последней бетой, но если вы на iOS 17 и думаете о переходе на 18 iOS, то здесь в целом все достаточно неплохо с приемом сети, с мобильным интернетом, он не отваливается, палочки вы видите тоже в принципе нормально держатся, то есть проблем с этим нет. Перед нами номер сборки iOS 18 релиз кандидат версия, и это тот самый номер, который через неделю должен прийти всем людям. То есть, как я и сказал в начале видео, по сути это релиз, который нам просто пришел раньше на неделю, ведь мы были на бета программе. Кстати, недавно на канале вышло видео на тему опыта использования вот этого iPhone 15 Pro Max спустя один год. Там я нашел один минус, который касается комплектного кабеля, он испортился, потерял свой внешний вид, поэтому если у вас точно такой же внешний вид вашего кабеля, то ссылку я оставлю в описании к видео, где вы можете выбрать кабели для вашего iOS устройства. Их тут огромное количество, сбоку имеется подбор по параметрам, например, мы можем по производителям отсортировать нужные для нас позиции. Скажем, Белкин, Базеус и Югрин делают очень качественные кабели, также мы можем выбрать тип нашего кабеля, длину и какой формат нам необходим. Например, USB-C на USB-C. Используя дальнейшие критерии в подборе, мы можем отсортировать нужные нам позиции и увидеть конкретно те модели, которые нам интересны. Все, что нам остается сделать, это выбрать вариант, который нам подходит, например, вот этот черный кабель от Базеус, это отличный и качественный вариант. Можем перейти на страницу этого провода и выбрать магазин, который нас устраивает по стоимости. Так, на e-каталоге вы можете выбрать абсолютно все. Если ваш кабель выглядит примерно вот так же, как мой, то ссылка будет в описании, там можете проверить качественный кабель. Вернемся к релиз-кандидат версии iOS 18 и поговорим о новых функциях. Конечно же, в релизную iOS 18 добавили больше функций, которые должны появиться на всех iPhone. Например, если мы зайдем в камеру и перейдем в видеозапись, то тут, на первый взгляд, ничего нового. Но когда мы нажмем на кнопку Play, вы сразу можете обратить внимание, у нас появилась пауза. И как тебе такое, Андро... А, там это уже много лет есть. На самом деле, многие об этой функции просили годами, и это просто пауза видео. То есть, во время съемки видео вы нажимаете на паузу, там переводите камеру куда вам нужно, снова нажимаете на кнопку записи, которая заменила кнопку паузы, и у вас получается пауза видео, которая активная. Потом, когда вы будете смотреть видео, то у вас будет, ну, переход. Смотря что и как вы снимали, этот переход будет, понятное дело, виден. Еще одна фича видеосъемки. Если мы, например, переключимся сверху на 4К 60 кадров в секунду и отснимем вот такое коротенькое видео, то раньше мы не могли изменить скорость воспроизведения видео. А сейчас мы это можем сделать. Перейдя в галерею на видео, которое мы записали в 4К 60 кадров в секунду, мы заходим в редактор, и сверху справа у нас появилась новая кнопка. То есть, вот такой вот круглый таймер. Нажав сюда, мы можем задать скорость воспроизведения. То 60 кадров в секунду это 100% скорость, а мы можем ее сделать в 30 кадров в секунду. Получается замедлить видео прямо из редактора. Еще некоторые элементы в камере можно удержать. Например, вспышку. Раньше мы по ней просто тапали, чтобы включить или выключить. Сейчас вы ее можете удержать и таким образом вызвать меню, где можете включить автоспышку, ну, или опять же, выключить или ее включить. По функциям искусственного интеллекта и новой серии тут вообще нет этой информации. Дело в том, что функции ИИ появятся только в iOS 18.1. Как заявила Apple, это будет в следующем месяце, то есть в октябре. По факту, когда у вас на руках окажется iPhone 16, он не будет иметь функции искусственного интеллекта. Ведь они, опять же, появятся только в iOS 18.1 и, похоже, только для английского языка. Позже Apple будет добавлять поддержку и для других языков. В остальном, если мы посмотрим на то, как работает релиз-кандидат-версия, то действительно это, можно сказать, релиз. Это видно по пункту управления. Если мы его опустим и начнем его редактировать, там, свайпать, то на прошлых бетах тут наблюдались кое-какие лаги и небольшие микрофризы, когда вы скролите ленту. На релиз-кандидат-версии это полностью пропало, он стал очень плавным. Это говорит о том, что Apple подготовилась к релизу iOS 18 и, наконец-таки, поработала с оптимизацией системы. Одно из главных изменений iOS 18 – это, конечно, пункт управления. Я думаю, он понравится многим, пусть он выглядит непривычно, но, попользовавшись этим пару дней, вам просто не захочется возвращаться обратно. Тут можно вывести огромное количество функций, огромное количество переключателей, и это все будет доступно прямо отсюда. Тут реально много чего нового Apple добавили. Еще одно изменение, которое будет для многих спорное и очень непривычное – это редизайн приложения фото. Потому что то, что они здесь сделали, ну, это совершенно другой внешний вид, это совершенно другие функции, и на этом мы посмотрим в полном обзоре iOS 18. Пока что спасение, которое здесь есть, это вот эти закрепленные коллекции. Тут, нажав на кнопку «изменить», вы можете вывести нужные для вас папки или, например, недавно удаленные и скрытые, которые теперь в самом низу, и до них добираться очень долго. А добавив их в коллекцию, они будут у вас прямо сверху. Еще одна классная фича релиз-кандидат-версии – это улучшенный темный режим. Во-первых, вы можете изменить иконки под темный режим, если вы его включите, он может работать автоматически, или, например, оставаться всегда темным, если вы это зададите через настройки экрана домой. Опять же, эта фича спорная, многие скажут, что это как в том самом зеленом роботе, но на самом деле, если вы хотите кастомизации, то в этом ничего плохого нет, у вас она теперь есть. Если вы это не хотите, это можно не использовать и оставить стандартный классический внешний вид iOS. Если мы опустим центр уведомлений и зажимем в экран, перейдем в редактор, то тут мы, создавая новые обои, увидим эти самые новые обои от iOS 18. Конечно же, новые обои, вот эти анимированные, которые будут на 16 серии, они будут только там, а у нас вот эти новые обои только с 18 системы. На этом все, можно сказать, что бета-программа iOS 18 официально завершена. Следующий шаг – это выход системы для всех, и это произойдет уже известно, когда 16 сентября в 20.00 должно выйти iOS 18 для всех, как гласит баннер на сайте Apple. Поэтому совсем скоро вы уже сможете поставить iOS 18, если вы не были на бета-программе, и начать использовать новую iOS. В плане стабильности работы, релиз-кандидат очень стабильно работает, производительность на достаточно хорошем уровне, телефон не подлагивает, никаких там фризов, никаких анимаций, проблем с этим, ничего такого не наблюдается. Вот система работает так, как в принципе и должна работать на iPhone. На телефоне нет нагрева, я использовал телефон вчера целый вечер, и вот пока записываю видео, телефон не нагрелся ни разу. Это огромный плюс для батареи, потому что она не будет высаживаться очень быстро, ну и соответственно ваш телефон должен проживать дольше от одной зарядки. Поэтому если вы уже на одной из бета iOS 18, то обязательно поставьте вот эту последнюю, потому что она стабильная, и по факту это последняя бета, которая будет релизом через неделю. Последнее, как уйти с беты iOS 18 и перейти на релиз. Как я и говорил в все это видео, это последняя бета, то есть дальше будет только релиз, и там номер сборки, прошивки будет скорее всего точно такой же, как вот этот, что мы поставили. Поэтому все, что вам нужно сделать, это конечно подписаться на канал, потому что в полном обзоре я скажу тот или не тот номер сборки, что и был в релиз кандидат версии, и так вы поймете, что нужно сделать. Но скорее всего нужно просто зайти будет в настройки, основные обновления ПО, и переключить бета профиль на выключено, чтобы дальше вам приходили только официальные сборки iOS 18, если вы не захотите остаться на бета программе. То есть в целом все просто, нужно просто следить за новостями. На этом все, ребята, вот такая вот получилась релиз кандидат версии iOS 18, она больше про исправление под капотом, чтобы система была стабильной и хорошо работала в релизе. Буду рад, если в комментариях вы напишите, как у вас работает система, также подпишитесь на канал, поддержите видео пальцем вверх. Спасибо за просмотр, пока!